Наука И ее совсем недавно За какие-то безумные деньги Кажется 40 с чем-то миллиардов долларов Приобрел легендарный Илон Маск Ну Илон Маск человек Действительно легендарный Человек очень богатый Человек который берется за фантастические проекты Но тем не менее Вот первые его действия на посту Владельца Твиттера Они какие-то стали очень экстравагантные Например вот эта его инициатива Продавать за 8 долларов Синюю галочку Синяя галочка свидетельствует о том Что это проверенный аккаунт И действительно человек который Человек не выдает себя за кого-то другого Ну и вот этот опыт Закончился очень плачевно Потому что стало появляться огромное количество Фейковых аккаунтов Синей галочкой Ну вот например появился аккаунт Американского еврейского лобби Синей галочкой который написал Мы любим апартеид Ну и много можно других привести историй Продолжим этот разговор дорогие друзья С техноблогером Майк Вайтсман У нас на линии Хорошо вам знакомый Майк привет добрый вечер Здравствуйте Здравствуйте Ну это уже иначе как Синей фиаско не называют Эта история с синей галочкой Началась весьма комично Например с аккаунта Кока-колы Которая Пепси-колы Которая отличалась Ну писалась как Пепико Вместо Пепси-ко Это та самая компания Которая написала Кола лучше Что кока-кола лучше Да Что кока-кола лучше Но это как бы анекдотично Вы говорили про какие-то безумные деньги Покупки Около 40 миллиардов долларов А если я вам сейчас расскажу Что только из-за этого фиаско Огромные корпорации американские Потеряли уже более 10 миллиардов долларов И начнем мы с менее известной Русскоязычной аудитории компании Дело в том, что Одна из самых больших Фармакологических компаний в США Которая продает, например, инсулин Называется Эли Лили компания Так вот, объявился аккаунт Который назвался Эли Лили энд ко В отличие Ну там отвечал всего на одну букву Название аккаунта Который поставил Мы рады объявить Что с сегодняшнего дня Наш инсулин выдается бесплатно После чего компания Потеряла в цене 4.37% От собственной стоимости Появляется 15 миллиардов долларов За одну минуту Так Понятно, что мгновенно Они выпустили опровержение И так далее Скажи, пожалуйста А эти компании Не предъявляют иски Илону Маску? Я думаю, что эти иски Только предстоят Дело в том, что Иск и так далее Дело в том, что Маск объявил о том Что это Он Всю эту историю С синей галочкой Он это представляет Как самый большой Антиглобалистский инструмент Инструмент свободы Но проблема не в этом Маск до сих пор Был известен Своими какими-то Железной волей И железными решениями За последние две недели Покупаю Твиттер Не покупаю Твиттер Ввожу галочку Не ввожу галочку Уволил 50% Из рабочего состава Твиттера 50% работников Были уволены Но дело в том, что День спустя 20% из уволенных Были возвращены С извинения И комичные истории Продолжаются Двое ребят Из Калифорнии Вот с коробками Расскажи, пожалуйста Да-да-да Они пришли с коробками В стаб-квартире Твиттера А коробка Это в Америке Коробка Это такой символ увольнения Когда человека увольняют Он собирает свои вещи Своего рабочего места В такую коробку Это вот в кино Можно видеть Он выходит Это такой символ увольнения Так вот они пришли Попытались троллить Маска самого Давали интервью Якобы уволенные работники Так вот комичная ситуация в том Что сегодня утром Илон Маск Нанял их на работе Он конечно взял в кавычки Я рад вернуть их на работу Но речь о том Что они стали работниками Твиттера С этого дня Но они никогда там раньше не работали Они никогда там не работали Это был откровенный троллинг Они всего лишь добивались внимания И так далее Но вот обратили на себя Внимание владельца компании Но кстати говоря Мы говорили про инсулин Он даже по-моему сфотографировался С этими двумя ребятами Да-да Он сегодня утром Выставил с ними фотографию И сказал Я рад вернуть вас А чем они там будут заниматься В компании Если они не продвинутые Ну как минимум Выдавать какие-то креативные Пиар-идеи Внимание журналистов Будет все-таки К тебе привлекеть Вот это классно Вот это классно Так что ты начал снова Про инсулин Тут как раз не про инсулин А скорее про Израиль Так Та самая компания Которая поставляет Израилю В том числе и потребители Ф-35 Локит Мартин Так Появился аккаунт Который назывался Локит Мартин И там буква Айф Концент Локит Мартини Но на это ведь никто Не обращает внимание За зону Синюю галочку Обращают все Так вот они объявили Мы останавливаем Поставки вооружения Саудовской Арабии Израилю Израилю И соединенным штабом Для исследования О нарушении Справ человека Так Ну небольшой Такой комментарий Так вот Такой вот комментарий И твит Стоил компании Всего лишь Навтева Одну секундочку Ищу точные данные Они потеряли 5% Это значит 7 миллиардов долларов Было потеряно Буквально В ту же секунду Слушай Какая сила У социальных сетей Просто даже Это не умещается В голове Просто потрясает Какая Огромная Гигантская сила Сегодня у социальных сетей И Илон Маск Получил в свои руки Этот инструмент Это оружие Фактически И он просто даже Не понимает Как им пользоваться Он еще не придумал Как этим делом Пользоваться Как его можно Усовершенствовать Но если не считать То что он Предложил Дональду Трампу Снова вернуться В твиттер Дональду Трамп Ну кстати говоря Трампу невыгодно Трамп я напомню Основал собственную Социальную сеть Которую активно Пытаются продвигать Для него Это будет удар Ну и кроме того Само мнение Дональда Трампа Признать Тем либо ошибку И вернуться Это достаточно проблематично Не ну это же Не была его ошибка Его же выгнали Оттуда за экстремизм Ну вот На данный момент Администрация Бывшего президента Трампа Отказывается Даже обсуждать Эту ситуацию А активно продвигает Собственную Социальную сеть Дональда Дело в том Что на самом Алло Да-да-да-да-да Все в порядке Так вот У нас тут Не самые веселые времена Дело в том Что увольнения В принципе Идут не только В Твиттере И в других Огромных Метах Метах Майкрософт Эппл А вчера были новости Уже от Амазона Которые уволили Половину от работников Которые разрабатывают Умные предметы Динамики Та самая Олег Умный секретарь И серьезные проблемы Более того Джефф Безос Владелец компании Амазон Сказал Что нас ждет Очередная Рецессия И достаточно тяжелые Времена И американцам Наближет приготовиться Скажи мне А что там за история С Гальгадот Ну С Гальгадот Это анекдотичная история Нескольких лет Но на самом деле Урок для очень многих Селебрити Которые подвигают И являются лицом Некого бренда Гальгадот Несколько лет тому Назад рекламировала И расхваливала Телефон Вауи Китайского производства Она являлась Официальным презентером Этой компании Вот только Твиттер Как и Фейсбук При мобильном постинге Когда вы публикуете Некие фотографии Пишут Опубликовано С помощью И вот была написана Такая фраза Опубликовано С помощью Айос Айос Это оперативная система Которая использует Только один телефон Айфон Айфон Да То есть сама Гальгадот И вот Негоже презентеру Компании Используя другой телефон Расхваливая его Используя другой телефон За что последовал Иск Отказ Продолжение И так далее Но на самом деле Сейчас Тот же самый Твиттер Это еще времена До Маска Но взял Новую фичу Сейчас Подобные Публикации В принципе Можно и сбежать То есть можно закрыть Чтобы никто не видел С какого телефона Ты постишь Эту или иную фотографию Именно так Постишь ту или иную фотографию Но скажи пожалуйста Илон Маск Уволил Там Весь совет директоров В полном составе Сказал Что он сам будет Управлять компанией Совета директоров Не будет Он управлять Не будет Не сам Он привел Просто руководство Других Я просто напомню Что Илон Маск Ведь известен Не только Теслой Не только Старлингом Свою известность Он получил В принципе Придумав Такую Достаточно интересную Штуку Как PayPal Платежную систему Он известен Своей эффективностью И вот приводит За собой Свою команду Но пока мы видели Что отреагировали На это очень плохо По крайней мере Ушли из Твиттера Очень многие рекламодатели Ну как минимум Рекламодатели Не могут избежать И полностью Игнорировать Платформу Это просто Стоит самим Рекламодателям Больших денег Поэтому я думаю Что бы И пока Кстати говоря Наплыв Рекламодателей Которые уходят Немножко застопорился Поэтому Если такой Большой волны Не будет Скорее Я думаю Они отступят От решения Понемножечку Будут возвращаться А что с акциями Происходит Твиттера Они падают? Они падают Они сейчас В свободном падении Сегодня Маск объявил О двойной Рабочей Рабочей смене Отменились Все работы Из дому Гибридные Отменены Отпуска Более того Он заявил Кто не хочет На данный момент Работать так Пусть уходит Доброго Ну понятно Круто Круто Он за это Все взялся А работа В две смены Это имеется ввиду Что каждый работник Должен в два раза Больше работать Что ли? Да Да То есть Еще раз Маск Первый же день Когда он пришел Он попросил Всех программистов Компании Предоставить Пять страниц Последнего кода Который они написали За последний год Так Таким образом Скрыть скрытую Безработицу Ага То есть Посмотреть Кто бездельничает Он ведь Начинал сам Как программист Он и технически Может посмотреть Кто чем занят Ну что ж Будем следить Будем следить За тем Что происходит С Твиттером Потому что Ну От Илона Маска Мы ждем Всяких там Интересных решений И возможно Действительно Он изобрет Изобретет Какие-то алгоритмы Которые сделают Твиттер Более прозрачной Более удобной Комфортной И справедливой Социальной сети И более открытой На самом деле При всех наших блокировках В современных Социальных сетях И проблемах Которые жалуются В Фейсбук И постепенно Люди Идет отток В аудитории В другие сети Так что Все возможно Майк Вайтсман Техноблогер Большое спасибо За участие В нашей программе За это очень интересное Рад был пообщаться Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому